Очень скоро любимое место отдыха многих горожан и туристов преобразится. К следующему летнему сезону в урочище Батильман появится сразу 34 быстро возводимых домика. Это так называемые модули разного размера, примерно 5 на 3 метра, которые будут предусматривать живое помещение, где будет место для размещения гостей и туристов, санузел, освещение, интернет, электричество, то для того, чтобы можно было комфортно проживать. Инвестор взял в аренду у городского правительства участок земли на берегу Ласпинской бухты. На въезде установили шлагбаум. Теперь заехать на автомобили на особо охраняемую природную территорию невозможно. Ранее запрет был только на бумаге, и многие отдыхающие этим пользовались. Почуяв неладное, туристы-дикари тут же записали обращение к правительству Севастополя с просьбой не благоустраивать их любимое место для отдыха. Но мы привыкли отдыхать в палатках. Мы привыкли сидеть на земле, на камушках, под солнцем, под светом луны, а никак не под электрической лампочкой и за забором. В своем обращении любители отдыха дикарем не упомянули, в каком состоянии находилась территория до установки шлагбаума. У нас грязно, потому что большинство людей здесь мусор бросают. Ну, сейчас можно увидеть, там бумажка лежит. Не убрали. Сейчас, когда за территорией закрепили ответственных лиц, мусора действительно стало меньше. В настоящее время арендатор участка уже приступил к благоустройству территории. Установлены туалетные кабинки. Есть даже настоящая мусорная площадка. Обратите внимание, контейнеры аккуратно спрятаны за деревянной изгородью. И везде чистота и порядок. Туристические модули не будут наносить ущерба уникальной севастопольской природе, уверяет застройщик. Особое внимание обещают уделить системе водоотведения. Сети канализования будут полностью герметичными. Все стоки от модулей будут осуществляться в герметичный резервуар, откуда будут вывозиться на очистные сооружения. Наносить ущерб природе в урочащий Бательман чревато серьезными последствиями. Участок арендуемой земли является частью природного ландшафтного заказника регионального значения «Мыс Айя» и охраняется государством. Условиями договора аренды предусмотрено сохранение территории, сохранение всех насаждений, исключена рубка краснокнижных в первую очередь насаждений, охрана обитающих представителей животного мира, обеспечение пожарной безопасности. Эти условия договоры обязательны к исполнению. И насколько мы смогли убедиться в этом году, арендатор их исполняет. Что касается любителей дикого отдыха, то их инвестор обещает не трогать. На территории останется место, где можно будет, как и раньше, разбить палатку и наслаждаться природой. Вообще нам здесь нравится, потому что здесь природа прекрасная, море прекрасное, вода чистая. Ну и как-то уединенно, в общем-то. Нам это нравится, такой образ. Такой отдых. Быстро возводимые отели и гостиницы – новая тенденция в развитии туристической отрасли в нашей стране. К примеру, на Петербургском экономическом форуме президент России распорядился выделить не менее 11 миллиардов рублей на программу по созданию модульных средств размещения на 2023-2024 годы. Севастополь активно участвует в нацпроекте «Туризм и индустрия гостеприимства». Это обновление номерного фонда так такового идет, по той причине, что старый зачастую уже изнашивается, долгое время не было реконструкции. Плюс ко всему, быстровозводимость говорит о том, что это можно сделать в кратчайшие сроки. Это не капитальное строительство, то есть это можно возвести в порядке нескольких месяцев и при этом при всем создать комфортные условия для всех, кто хочет отдохнуть и на природе в том числе. Инвестор обещает закончить все работы по возведению модульных домов в урочище Бательман к началу следующего туристического сезона.